МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бабушкин Константин Юрьевич, инспектор соревнований, спортивный судья всероссийской категории города Красноярска, начальник физической подготовки и спорта Сибирского регионального центра МЧС России, полковник внутренней службы. Игорь Николаевич Швец, начальник управления Организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ, полковник внутренней службы, судья второй категории. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что для начала стоит рассказать о соревнованиях в целом, как давно они проходят, и его цели, задачи. Нам интересны все подробности. Ну, если начать с истории развития пожароприкладного спорта, как раз вот в этом году, в 2016 году, исполняется 80 лет пожароприкладного спорта. Раньше он был зарожден еще в советские времена, первенство НКВД, и оттуда он начал свое развитие. Что касается нынешних, сегодняшних соревнований, то данный чемпионат, он проводится в определенный срок по всей стране. Это с 28 июня по 3 июля. То есть в Сибирском региональном центре он проводится в трех округах. Это Дальневосточный федеральный округ, это город Владивосток, где мы сейчас с вами находимся. Сибирский федеральный округ соревнований будет проходить в городе Томске, и Уральский федеральный округ проводит соревнования в городе Челябинске. Также и в других федеральных округах он проводит, например, в Центральном городе Подольск, Приволжский федеральный округ, город Казань, и так далее. Северо-запад, город Мурманск. И итоги этого чемпионата, он будет проходить у нас в трехдневный срок, по итогам данного чемпионата будут формироваться финалисты чемпионата России. Это первый этап чемпионата по пожарно-прикладному спорту. По итогам чемпионата будет определен финалист, то есть в Приморском, в Дальневосточном федеральном, в Сибирском, в Уральском и так далее. И финалисты, 20 субъектов будет определено, и плюс дополнительно 8 команд, это по наибольшей сумме очков по всей стране, и они примут участие в чемпионате России в городе Подольске, который будет проходить у нас в июле месяце, в конце июля. По итогам данного чемпионата будет сформирована сборная команда России, которая будет защищать честь нашей Российской Федерации в стране Турция. Это где-то будет проходить у нас сентябрь месяц, по городу еще не определено, поэтому вот такой будет у нас этап развития данного мероприятия с низов и заканчивая уже чемпионатом мира. Игорь Николаевич, я знаю, вы хотели дополнить что-то. Да, но я хотел бы обратить сразу внимание, что ежегодно чемпионат Приморского края проходит в преддверии дня города Владивостока, который будет 2 июля праздновать вся общественность города Владивостока, это раз. Во-вторых, в этом году исполняется не только 80 лет пожарно-прикладного спорта, но и 125 лет всероссийскому добровольному пожарному обществу, так что наши чемпионаты тоже приурочены именно к этим другим датам. Также 100 лет со дня государственного пожарного надзора. Соревнования принимают спортсмены у нас 8 субъектов Дальнего Востока. Это порядка в общей сложности 130 с лишним участников соревнований, в том числе и детские и женские команды. Сейчас, наверное, у меня проходит жеребевка, но уже хотелось бы отметить, что в соревнованиях у нас примет порядка 7 мастеров спорта, 11 кандидатов мастеров спорта, ну а также спортсмены других разрядных категорий. Команда Примонского края уже насчитывает довольно-таки богатый опыт проведения таких соревнований и участия в таких соревнованиях. Мы уже неоднократно выступали и были призерами чемпионатов российского уровня, общероссийского. Четыре раза мы занимали первые места по боевому развертыванию, два раза сборная юношеская наша занимала призерами, была по боевому развертыванию на чемпионате России, один раз бронзовым призером на чемпионате России. Поэтому довольно-таки славные традиции у наших спортсменов имеются и мы готовы с честью и достоинством отстоять в честь Примонского края на наших дальневосточных соревнованиях. Давайте немножко заострим внимание на необходимости проведения таких соревнований, все-таки, что это за навыки, в том числе, как вы сказали, и дети, и девушки, и женщины в них участвуют. Хочется на эту тему чуть поподробнее поговорить. Ну, я хотел бы сказать, что, во-первых, пожарно-прикладной спорт, взятые элементы, вот здесь у нас будут приходить он в течение трех дней. Это дисциплина. Первое, это подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Второй вид, это преодоление стометровой полосы с препятствиями. Третий вид, это двоеборья, он объединит подъем по штурмовой и стометровой полосу с препятствиями. И также будут командные виды. Это пожарная эстафета, очень зрелищный вид с элементами тушения, противня, и также боевой развертывание с подачей воды. Поэтому хотелось бы сказать, что вот эти все виды, все виды, это взятые из боевой практики. То есть лучшие секунды, показанные на данных соревнованиях, это также идет борьба за человеческие жизни у нас в практике и, как сказать, на самом деле. В этом буквально два года тому назад, вроде бы как бы пожарно-прикладной спорт, это спорт мужчин, два года тому назад было принято решение Федерации пожарно-прикладного спорта России, что мы туда будем включать также и женщин. И уже у нас на протяжении, это уже третий год, третий год у нас выступают женщины. И хочу добавить, что женщины, как и девочки у нас, мальчики, также юноши, у нас три возрастные группы. То есть детский спорт уже развитый, получается у нас младшая группа, средняя и старшая группа. Это наша надежная смена нашего поколения. То есть ребятишки, глаза горят, смотришь на девочек, которым по 10-11 лет, они бегут с рукавами, по буму. Каска больше ее, но это очень интересно, конечно. Поэтому я еще раз говорю, что вот этот спорт, он взят у нас из реальности. То есть это вот то, что происходит. Действительная подготовка у вас, сотрудников. То есть я бы хотел добавить, что большое и огромное внимание у нас, как руководство министерства, уделяется это уровню физической подготовки наших сотрудников. У нас определены требования руководящими документами. Поэтому спорту и физической подготовке уделяется огромное внимание. И также большое идет стимулирование. Вот наши спортсмены, которые, они все у нас проходят службу. То есть они участвуют также в реальных событиях и в тушении пожаров, ликвидации аварий, катастроф. И вот эти наши спортсмены, которые показывают результаты достойные. У нас спорт, он внесен в единоквалификационную физическую культуру спорта в министерстве. То есть также присылаются звания и разряды. То есть человек, который выполняет звание мастера спорта на данных соревнованиях, у него идет дополнительное стимулирование. Он получает 100% должностного оклада в своей заработной плате. Поэтому это великий, так сказать, хороший стимул заниматься спортом. Поэтому я говорю еще раз, что в нашем министерстве уделяется очень огромное внимание физической подготовке уровня. То есть буквально даже в преддверии этого чемпионата, я приехал маленько пораньше, мы здесь принимали зачеты по физической подготовке спортсотрудников. То есть сотрудники, которые получат оценку неудовлетворительно, им будет дан срок пересдачи. И очень жесткие требования, если не соответствуют требованиям уровня физической подготовки, то может даже рассматриваться вопрос о профессиональной комиссии, о соответствии с занимаемой должности. Поэтому еще раз говорю, что очень огромное внимание у нас уделяется всем этим моментам. Да, и поэтому пожарно-прикладной спорт, это наша гордость, наш прикладной спорт. Если говорить о профессионалах, то все ясно, вы это озвучили, что для вас это ваша работа в первую очередь, это понятно. А вот о спортсменах-любителях, которые принимают участие, по какому принципу вы набираете участников, собираете эти команды, если это дети, кто-то постарше, как это происходит, где вы их находите, расскажите об этом. Я говорю, это также хотел бы добавить, что это у нас идет просто, а работа с ребятишками, работа с ребятишками. То есть это школы, да, какие-то, соприкладные за вашим шансом? Да, это где-то школы, спортивные, детско-юношеские спортивные школы, вот наши представители ходят. Особенно у нас большой приток на спорт идет с легкой атлетики, потому что элементы пожарно-прикладного спорта, они включают в себя силу, быстроту и выносливость. То есть это надо быстро бежать, лазить по лестницам, также точно попадать в мишени со стволов при тушении. И поэтому идет работа в школах, создаются секции, с ребятишками работают у нас тренера. Ребятишки выходят с младшей группы, идут в среднюю, со средней, старшую. И уже у нас даже на подходе к 17 годам уже наши спортсмены, уже некоторые имеют звание кандидатов в мастера спорта, мастера спорта. И сразу же они имеют как бы привилегии поступления в наши вузы. То есть вы готовите себе подрастающее поколение? Да, да, да. И также в вузах они дальше развиваются, и уже выходя на финиши молодым лейтенантом, имеют звание мастера спорта, также несет службу и выступает, защищает честь своего региона. Честь нашей страны на международном уровне. В государственной противопожарной службе всегда была преемственность. И поэтому каждый отец настраивает своего ребенка, рассказывает о своей специальности, о своей профессии, о тех буднях, которые ему присущи в той или иной работе. Прошли дежурство. Дети рассказывают своим одноклассникам, своим учителям или в каком-то клубе занимаются. Ну и естественно, ребята начинают тянуться пожарным, посмотреть технику, посмотреть, пощупать, узнать поближе профессию. Ну а для этого и признан пожарно-прекламной спорт, чтобы людей подготовить и ввести в профессию. Для этого, конечно, и большое, огромное внимание уделяется именно подрастающему поколению. Это наша смена. Если мы ее не будем готовить сейчас, заранее, то неизвестно, как пройдет и будет отношение государственной противопожарной службы через 5-6 лет. Соревнования достаточно длительные. Вы уже озвучили немного пункты, этапы, так сказать, которые включены туда. Но тем не менее, хочется чуть подробнее на этом остановиться. Давайте поговорим, как они распланированы. Интересны все подробности. Ну, у нас буквально с завтрашнего дня, сегодня у нас прибытие команд, команды сегодня прибыли, расселяются в гостиницах. И буквально у нас сейчас в 3 часа проходит судейская коллегия, определяются все моменты, все нюансы, решаются там, проходит жеребьевочка. И буквально завтра у нас будет открытие чемпионата. Открытие чемпионата. И первый вид, первый вид, это у нас подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни. Ребятишки у нас бегут, коротко отъеба остановиться, взрослые бегут 30 метров до башни с лестницей и поднимаются на 4 этаж. Это надо посмотреть, очень зрелищный вид. Можете себе представить, это пробежать 30 метров с лестницей, подняться на 4 этаж. Это все занимает в среднем 15 секунд. Можете себе представить. Честно говоря, не очень. Когда смотришь это зрелищно, и такое ощущение, что вот он бежит по дорожке, и он точно так же одинаково поднимается в 4 этаж, как кошки. Это очень интересно. А ребятишки у нас, у них попрочее. То есть лестница уже подвешена во второй этаж, они бегут без лестницы и по лестнице на второй этаж забегают, запрыгают. Также такой же норматив это и для женщин. На 29 число спронировано этап, это 100 метровая полоса с препятствиями и пожарная эстафета. Пожарная эстафета хотела бы тоже остановиться с первого этажа метрополоса с препятствиями, как вид. То есть спортсмен встает на финише, на старт, пробегает 30 метров, перепрыгивает через забор, забор высотой 2 метра. С забора, когда соскакивает, берет 2 пожарных рукава, ну по-вашему это шланги, по ним не пробегает по буму, бум высотой 1 метр 80, длиной 10 метров. Пробегает по буму, подбегает 3-х ходовое разветвление, подсоединяет 1 рукав, дальше пробегает, подсоединяет ствол и финиширует. То есть это все, это прокладка боевой линии, это как бы из боевой жизни взятый элемент. Что с себя включает пожарная эстафета? Пожарная эстафета с себя включает 4 этапа, 4 по 100 метров. Первый этап, спортсмен бежит со стволом, а спортсмен бежит с лестницей палкой, лестница палка, подставляет ее к домику, пробегает по домику, передает ствол, как эстафетную палочку, второму спортсмену, тот преодолевает забор, пробегает 100 метров, передает ствол третьему этапу, третий этап пробегает с рукавами по буму, подсоединяет к 3-х ходовому разветвлению и передает ствол четвертому этапу. Четвертый этап подбегает, это этап тушения, подбегает, берет огнетушитель порошковый, подбегает к противню, противень уже горит, производит тушение противня и финиширует. Если он не затушил, разгорелся, например, обратно противень, то уже результат не зачитывается данному этапу. И еще один этап у нас, это боевое развертывание, это тоже взятое из жизни, команда в составе 7 человек, 7 человек выполняет упражнения боевого развертывания. Стоит бак, заполненный водой, пожарная мотопомпа, вкратце, скажу, забирают заборный рукав, подсоединяют мотопомпи, разворачивают магистральную линию, прокладывают ее, это тоже расстояние 100 метров до мишени, позиция створчиков и производят тушение, заливание жидкостью резервуара. Резервуар у нас 10 литров и когда он наполняется, со стволом дырочку надо попасть, то загорается лампочка и упражнение закончено. То есть еще раз повторю, что все элементы взяты у нас из боевой работы. После чего соревнования заканчиваются, подводятся этапы, начисления, за каждый вид начисляются очки и определяется у нас в личном первенстве, в личных видах, в боевом развертывании, пожарной эстафете. Это все складывается, все эти очки начисляются и по наибольшему количеству очков определяется субъект, лучший субъект. Все, что вы сейчас перечислили, требует достаточно серьезной физической подготовки. Как долго готовятся любители к таким соревнованиям? Под присмотром, я так понимаю, как вы говорили, вас, профессионалов? Да, конечно. Честно говоря, подготовка, конечно, спортсмена, это довольно-таки затруднительное мероприятие, но, честно говоря, затягивается годами. Чтобы хорошего спортсмена подготовить, нужна не один год. У нас на это ушло и 5, и 10 лет. Некоторые спортсмены добивались высоких спортивных результатов. Некоторым спортсменам это проще получалось, потому что, чтобы понимать, вот уже даже 100-метровку рассказали, какие элементы в нее входят, ни один спортсмен-разрядник-легкоатлет не сможет выполнить в наши нормативы, уложиться по нашим правилам. А вот наши спортсмены, когда уходят в легкую атлетику, они ту же 100-метровку преодолевают с большой легкостью. Дети, которые занимаются спортом, уже через 3-4 года начинают повышать свой уровень, достигают юношеских результатов, высоких результатов, затем взрослых, и доходят постепенно до кандидатов мастера спорта, мастера спорта. Я еще раз повторю, что у нас за 17 лет существования Приморской Федерации пожарно-прикладного спорта подготовлено 19 мастеров спорта. Это очень высокий показатель. Я не знаю, добьется ли такой другой вид спорта на территории Приморского края. Кроме этого, то оснащение и то оборудование, которое существует у нас на территории края, оно позволяет довольно-таки на серьезном уровне проводить даже краевые соревнования. К примеру, электроника, которая у нас существует для фото-видео фиксации, выполнения упро того или иного упражнения. Это, по-моему, сейчас уже в ближайшее время только еще одна федерация приобрела себе фото-электронику, фото-видео-электронику, которая позволяет, да, электронный финиш можно проводить. А так на протяжении последних 15 лет только у нас такая электроника была. И мы проводили такие соревнования. Мы даже проводили в 2003 году Кубок Азии здесь, когда присутствовали не только чемпионы России, Российской Федерации, но и команды Азии, Кореи, Узбекистан, порядка шести команд. И, кстати, на этих соревнованиях в 2003 году команда Приморского края, она, так как принимала эти соревнования, вся на территории, мы тоже принимали участие, в этом этапе заняли третье место. Это тоже о чем-то говорит. Да, я бы хотел еще добавить. Мы сейчас буквально до этого мероприятия смотрели материально-спортивную базу Приморского края. Она оставила очень хорошее впечатление у меня. Мы были на Русском острове, на базе Дальневосточной Академии, Пожарно-спасательной Академии построили буквально недавно манеж для занятия пожарно-прикладным видом спорта, крытый манеж. В нем помещена учебная башня на четыре этажа, четыре дорожки на 100 метров. Там у нас и находится и футбольная поляна, и волейбольная поляна. Очень хороший манеж. Я бы сказал, он один из лучших сейчас в России. Этот манеж может также принимать как и соревнования всероссийского уровня, так и международного. Буквально зимой планировалось проведение чемпионата среди высших учебных заведений чемпионата России на Дальнем Востоке. В связи с слабыми финансированием, это так сказать, что в дороге командировочные расходы большие средства надо затратить. Это вся центральная полоса России должна была сюда принести. И министерством было принято решение, что перенесли. Но хотя вот эта база, которая находится у вас в Приморском крае, еще раз хочу повториться, она одна из лучших в стране. Потому что я поездил по всей стране, посмотрел. Такого манежа, таким манежем надо гордиться. И поэтому, я думаю, со временем, занимаясь зимой ребятишки в таком манеже, то Приморский край, я уверен, что тут очень хорошие тренера, очень хорошие руководители, как и главного управления. Они понимают нужность этого вида спорта, нужность вообще физической подготовки. То Приморский край, он добьется буквально, помните мои слова, в течение пяти лет, очень хороших, больших, так сказать, результатов. И будет достойно выступать, как на чемпионате России. Я даже думаю, что и тут родятся такие спортсмены, которые будут защищать честь нашей страны на международном уровне. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Сегодня очень много говорят о том, что сейчас школьникам, детям, подросткам не хватает действительно подготовки такой серьезной, о том, о чем вы сегодня нам рассказываете. Не хватает девочкам, например, медицинской подготовки. Мне кажется, эти соревнования в том числе помогают развивать и в этой сфере детей. То есть они знают, как элементарно наверняка оказать первую помощь, как действовать элементарно при пожаре и так далее. Это тоже немаловажно. Я думаю, что, посмотрев нашу программу, многие захотят обратиться к вам за помощью, может быть, захотят свою команду создать к участию в соревнованиях. Вот куда для этого стоит обратиться, не могли бы вы рассказать нам? Наше региональное отделение Федерации пожарно-прикладного спорта имеет свое представительство в каждом крупном городе. И в Владивостоке, и в Артеме, и в Уссурийске находке имеются свои команды детско-юношеского спорта при каждом отряде федеральной противопожарной службы. Мы рекомендуем туда обращаться прежде всего. Там есть опытные инструктора, это ветераны пожарной охраны, которые занимаются и уделяют большое внимание развитию детского спорта. Уже команды, которые занимаются, ребята там на местах, периодически выезжают сюда, в город Владивосток, чтобы в зимнее время можно было воспользоваться манежем прекрасным, этим, который сегодня был уже озвучен, и провести там подготовительные тренировки. Сборы мы проводим там трех-четырех, то и недельные спорты, сборы в зависимости от финансирования, от денежных средств. В принципе, у нас все возможности для этого существуют. Хотелось бы обратить внимание, что в городе Владивостоке можно заниматься не только именно туда, на остров Русский ездить, потому что я понимаю, не каждый себе может каждый день позволить туда выезжать. Но, по крайней мере, в частях Владивостокского гарнизона есть свои тренера, спортсмены, которые... Это же у нас в команде Приморского края не только же все спортсмены, это все же действующие офицеры, действующие пожарные, которые реально заступают дежурный караул, какие-то сутки проводят на дежурстве, когда-то их отстраняют от занятий, от дежурства, для того, чтобы они могли подготовиться к чемпионату. Поэтому навыки в каждой части есть. Было бы желание, были бы, будут и возможности, потому что учебная база довольно-таки хорошо развита на территории Приморского края, и люди у нас подготовлены, и желание заниматься с детьми у нас всегда есть. Приглашаем в пожарные подразделения для того, чтобы можно было совершенствовать, развиваться. А это, кстати, будет способствовать тому, что дети меньше будут... Не тем заниматься, чем... Не нужны какими-то делами, это раз. Во-вторых, не за компьютером сидеть, а все-таки физическими нагрузками какими-то. В соревнованиях участие принимают три возрастные группы, как вы говорили. А вот со скольки лет можно непосредственно начинать занятия у вас? Ну, профессионально тренера, которые занимаются с детьми, они, естественно, разбивают по подгруппам. У нас на первенстве края, вот 65-й чемпионат на прошлой неделе состоялся, самый юный участник был с города Находки. Девочке было 10 лет, и она с достоинством отстаивала честь города Находки. Хотя первый день у нее прошел небольшим срывом по этапам, но, по крайней мере, на второй день она все себя успокоила, настроила на позитивную, на хорошую борьбу и, в принципе, боролась за звание чемпиона. Я так понимаю, что все участники получают памятные грамоты, да, наверняка? Конечно, по каждой номинации своя грамота. Грамота подписана начальником Сибирского регионального центра МЧС России генерал-ординатом услуги Диденко Сергея Леонидовича. Они разосланы по всем федеральным округам, Урала, Сибири, Дальнего Востока, и также ценные подарки и призы. Ну, хочу еще отметить, что буквально, когда мы в этот спорт вели девушек, женщин, ну, это такие эмоции, такие искры в глазах, слезы, когда что-то где-то не получается, это надо смотреть, это такой адреналин, смотришь на них, на этих ребятишек. Ну, и мы гордимся вот этим, что вот это мы дело делаем, и думаю, что ребятишки тоже довольны остаются, ну, сами понимаете, что для ребенка полазить по лестнице, сесть в пожарный автомобиль, это большие эмоции у меня. Это буря эмоций всегда. Да, это буря эмоций, поэтому я считаю, что мы делаем правильное дело, идем в нужном направлении, и думаю, что от этого будет большой толк, большой толк будет и пожарной охране, и развитию спорта, и также честь нашей страны на международных уровнях. Как мы уже поняли, соревнования очень зрелищные, и, насколько я знаю, можно прийти всем, посмотреть. Расскажите, когда, куда, и действительно всем ли можно это сделать. В течение трех дней, 28, 29 и 30 июня текущего года, стадион «Динамо» открыт для всех жителей и города Владивостока, гостей города Владивостока, и всех жителей Приморского края, кто соизводит желание прийти на «Динамо». Будут прекрасные выступления, будут прекрасные показатели, будет небольшая выставка пожарной техники, устроена на стадионе. Так что ждем вас в гости. Вы не пожалеете, это очень интересно, очень зрелищно, и думаю, ставит у вас хорошее впечатление. А давайте еще напоследок пожелаем удачи всем участникам соревнований. Да, самое главное – удачи спортсменам, им адекватного судейства. Судьи у нас любят спортсменов, дай бог им хороших результатов, поменьше травмирования и адекватного судейства. Да, и я хотел бы добавить, что в каждых соревнованиях есть свой фаворит. На Дальнем Востоке это Приморский край. Я думаю, тут сомнений не будет. Команда очень сильно подготовленная. Я думаю, что если они попадут в финал чемпионата России, то и покажут там достойный результат. И думаю, что дай бог, что все у них получилось. Что ж, я тоже в свою очередь хочу пожелать вам удачных соревнований. Спасибо за то, что вы делаете. Это замечательно. И спасибо, что даете возможность нам посмотреть такие зрелищные соревнования. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланны Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова